Народный мастер Гульнара Качан вместе с другими ремесленниками города на днях вернулась из солнечной Сардинии. На итальянской земле по обручению презентовали культуру синеокой. Свою коллекцию вышивки и традиционные белорусской куклы на международной выставке в Магора представила и член Белорусского союза мастеров. Италия для меня останется в памяти красивая страна, красивейшие люди, красивая природа, очень доброжелательные люди. Очень много почерпнуло именно из их культуры. Потом наша группа, которая ездила с Бобруйска, очень достойно представили свой город, достойно представили свою страну. Эта поездка за границу для Гульнара Качан стала первой. А буквально за день до нее у мастера вышла вторая книга под названием «На счастье на долю». Издание представляет собой иллюстрированный мастер-класс. В него вошли 25 кукол. Кстати, уже пять лет умелица преподает белорусский фольклор в санатории Ленина. Среди ее постоянных учениц – жительницы России, Украины, Италии и Франции. А это отличный повод обменяться культурным опытом. Мне рассказали, что есть такой мастер-класс. И мне было интересно вот эти куколки. Я решила попасть сюда, чтобы научиться их делать. Во Франции, там, где я живу, нет вообще такого изделия. Поэтому я, когда сюда приезжаю, всегда пытаюсь попасть на этот мастер-класс. Франческа Готье интересуется белорусским народным творчеством уже четыре года. Каждое лето француженка приезжает в Бобруйск поправить здоровье. За несколько лет девушка уже самостоятельно сделала 15 кукол. Говорит, после поезда в Беларусь и знакомства с Гульнарой Качан, хендмейд стал ее хобби. Мария Бересневич, Павел Зуев, Бобруйск, 360.